всем привет меня зовут комарова мария я преподаю английским малышам и сегодня я хочу вам рассказать про прищепки собрала для вас все свои игры и развивашки с ними ну что наши прищепки на самом деле я просто обожаю прищепки и игры с прищепками практически неисчерпаемые идеи можно придумать просто целую кучу я использую самые обычные прищепки они должны быть хорошего качества хорошо цеплять должны достаточно крепко вот здесь цеплять да ну в принципе должны быть симпатичными это вот самая маленькая часть тех прищепок которые есть на самом деле у меня их целая коробка ну и теперь давайте посмотрим подробнее какие игры можно с прищепками сделать какие пособия вот такие вот медузы мы делаем на счет идея не моя то но тем не менее по такому же принципу можно придумать кучу всяких разных подобных игр смысл здесь простой да вы догадались нужно просто по количеству приделать прищепки приделать щупальца этим самым медузам если хотите можете привязаться к цветам да и сделать еще и чтобы по цветам соответствовало все если нет просто по количеству детки прицепляют вы параллельно спрашиваете how much is it how many what number is this и так далее есть вы просто дети работают либо индивидуально либо все вместе садитесь в кружок и играете вот такими вот медузками по такому же принципу мы делаем с детьми цветочки да у нас есть серединке от цветочков нужно приделать нужное количество лепестков тоже либо мы сидим за столами и каждый работает сам либо мы это делаем все вместе в кружочке я помогаю если нужны и задаю вопросы опять же холмени холма чизы вот набор из дэс еще насчет мы используем вот такие вот шаблончики их можно скачать готовы в интернете иногда я делаю их сама потому что ну вот поскольку с английским языком занимаюсь не всегда дети знают все слова до которые есть на картинках мне иногда нужна определенная лексика поэтому я просто в ворде вставляю картинку меня получается вот такие шаблоны принцип понятия да нужно сосчитать количество предметов на картинке выбрать нужную цифру а прикрепив к ней прищепку опять же тренируем цифры по-английски да обязательно я спрашиваю вот набор из дэс холмени о ринге с вот здесь если вам английский не интересен пока вы можете то же самое конечно же делать на русском языке так дальше у нас игры которые можно назвать условным названием дополни образ то есть это вот какие-то такие заготовочки до которые не совсем похожи на себя до чего-то у них не хватает у кошки ножек у паучка лапок и так далее да то есть прищепки нужно прикрепить так чтобы получился уже законченный образ законченный геройный вот например нужно прикрепить прищепки чтобы получились ножки у кошечки вот так вот они это делают при например коровки нужно прикрепить ножки ручки птички сделать хвостик но очень много таких игр уже готовых есть и на русскоязычных сайтах и на англоязычных можно в принципе любое изображение которое вам нужно просто что-нибудь на компьютере подредактировать, убрать то, что вам не нужно, хвостик, например, и у вас получится вот такая вот заготовка. Паучка мы делаем вот такие лапки, это у нас бабочка, если вы не догадались, и мы ей делаем крылышки, может быть, стрекоза тоже. Опять же, детки работают, детки заняты, ручки у них все время в работе, и в это время я опять же задаю те вопросы, которые мне нужны. Спрашиваю, what color is this, who is this, how many и так далее. Ну и понятно, что помимо языковых каких-то вещей, мы работаем на развитие мелкой моторики, потому что детки тренируют пальчики, тренируется вот этот пинцетный захват, даже в три года не все это умеют делать, поэтому мы над этим работаем, обязательно активно я помогаю деткам. Пинцетный захват нам нужен для письма, для подготовки к будущему письму. И помним, что мелкая моторика, пальчики это всегда речь, поэтому здесь мы работаем. Вот такие простые шаблоны я беру в основном с трехлетками, иногда с четырехлетками, им тоже это в принципе интересно. Цифры беру на возраст чуть постарше, но это где-то года четыре-пять. Вот так. Еще мы делаем вот такие вот цветочки. Детки, деток на это уходит достаточно много времени, потому что им нужно захватить прищепочку, правильно ее расположить. Отличное задание на то, чтобы детки немножко отдохнули, расслабились, были наедине сами с собой. И еще такие кропотливые занятия, да, они очень хорошо развивают усидчивость. То есть детки сидят, детки работают долгое время, они к этому приучаются, да, постепенно все дольше и дольше у них уже появляется возможность сидеть, да, им они не вскакивают, не бегают. Тренируем концентрацию внимания. С прищепками я придумала еще одно очень мощное занятие для малышей, да, особенно для трехлеток, это просто вот мозг кипит у них, когда они такое делают. Это что-то вроде задания на аудирование, да, на понимание, когда нужно не просто чего-то там прилепить, да, а именно по инструкции преподавателя, да, по инструкции взрослого. Например, я говорю, the peg on the teddy, и они должны выполнить мою инструкцию, да, найти именно ту игрушку, которую я прошу прицепить правильно прищепку и так далее. Да, то есть для трехлеток это очень-очень сложно, потому что они еще только учатся себя контролировать, внимание у них еще только развивается, и тут еще нужно английские слова услышать, да, английские слова понять. Поэтому это прям очень классное задание, очень сложное и, в принципе, уже закладывает навыки понимания речи, навыки вот выцепления нужных слов из контекста. То есть, ну, я вот прям очень люблю это задание, оно прям классное. То же самое мы делаем с одеждой, с любой, с любой лексикой, это можно делать, да. Опять же, можно по-русски, можно по-английски, в зависимости от того, что вам нужно. На цвета мы тоже делаем. Можем просто сделать, да, в своем темпе соединить с цветами, но поскольку все-таки у меня есть цель немножко поотрабатывать, потренировать слова, да, я это делаю тоже под диктовку. И, например, прошу yellow, они соединяют, да, называю следующий цвет. Green, blue, red и так далее, да. Тоже прям хорошо-хорошо деток это все тренирует. Еще с малышами мы используем вот такой вот кружочек, спиннер в качестве ритуала, когда мы разговариваем про то, какое у нас настроение сегодня. В начале урока мы всегда это делаем. И каждому ребеночку нужно прикрепить прищепку на соответствующее настроение. I'm sleepy today, I'm angry today, I'm happy today и так далее. Мы отрабатываем вопрос how are you today и также каждое слово для каждой эмоции. Почему стала я использовать такой спиннер? Потому что деткам гораздо проще выбрать что-то из вариантов, чем из головы вспомнить, какое же у них сегодня настроение. Гораздо больше опоры в этом случае, поэтому им легче что-то сказать, легче вспомнить нужное слово. Ну и в принципе это достаточно хорошо собирает детей в начале урока. Да, мы это сделали, все друг на дружку посмотрели и настроились на занятия. Можно делать это со своим ребенком индивидуально, да. Можно делать это опять же на русском языке, про эмоции разговаривать и так далее. То есть тоже очень такая классненькая штучка. И по такому же принципу, тоже с прищепками, у меня есть вот такой вот кружок. Его использую уже с детками старше, да, с 5-6 летками, когда мы учимся читать. На одной стороне у меня цифры, на другой стороне у меня цвета. Все это просто вот максимально бюджетно сделано. То есть я распечатала на цветном принтере заготовки, приклеила на плотный-плотный картон гофрированный и заламинировала вообще скотчем. Да, вы можете сделать по-другому в зависимости от того, что у вас есть под рукой. В чем принцип? К этому кругу у меня есть прищепки. Прищепки с цифрами, прищепки со словами, обозначающими цифры вернее. И прищепки со словами, цветами, да, и нужно их прикрепить на нужную картиночку. Pink, purple, brown и так далее. То же самое с цифрами. Прикрепляем, ищем, называем. Можно сделать много-много таких кружочков на каждого ребенка, если у вас группа детей, да, вы преподаватель. Можно сделать один, если вы работаете только со своим ребенком, да. Можно сделать один на группу. У меня, например, только один. И мы все просто в кругу собираемся. Каждый ребенок получает по одной прищепке и ищет свою цифру. Очень хорошо идет у нас эта штучка, потому что, когда изучаем чтение на основе метода whole world, нужно очень много тренировки. Иногда это скучно, нудно. Да, вот такие вот штучки, они немножко разбавляют скучные такие занятия, да. Немножко вот чего-то новенького, интересненького вносят такой элемент расслабления. Ну вот, это были основные развивайки, которые можно сделать прищепками. Основные их типы. Вы можете придумать вообще все, что угодно, потому что прищепки, это очень универсально. Это отлично развивает моторику, отлично развивает усидчивость. Прищепки, это вообще просто круто, я их обожаю. Ну что, спасибо всем за внимание. Я надеюсь, вам было полезно. Придумывайте свои игры, простые развивашки, используя прищепки. Ну а если вам понравилось видео, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.